Создана сеть МФЦ в Российской Федерации, также и в Вологодской области. Одни из первых в России мы создали многофункциональные центры. Мы являемся одними из лидеров и по работе этой сети. Для нас очень важно качество, комфорт и прозрачность работы этой сети. Поэтому был объявлен конкурс для того, чтобы выявить лучшие практики, лучших МФЦ, лучших работников и уже дальше транслировать их опыт, работая для всех многофункциональных центров Вологодской области. Череповецкий многофункциональный центр стал одним из лучших в области. Организация работает с 2013 года и уже претерпела немало изменений. С этот период у нас произошло очень много изменений. Мы из одного этажа приема документов преобразовали за два. У нас открылась хорошая комфортабельная парковка. В этом году у нас организовался въезд с улицы Бардино к нашему зданию, что значительно улучшило транспортную доступность нашего учреждения. У нас постоянно увеличивается перечень услуг, которые предоставляются. На сегодняшний день составляет около 200 услуг. Это услуги государственные, муниципальные услуги. Самыми большими популярными услугами, конечно, были и по-прежнему остаются услуги земельно-имущественной сферы, услуги для детей, для родителей и для семей с детьми, для пожилых людей, которые получают какие-то звания, которые обращаются за компенсациями, за выплатами. Очень много идет людей сейчас, последние новшества – это те люди, которые обращаются за постановку на очередь в детский сад. В связи с этим у нас открылась зона самообслуживания, где люди могут получить многие из услуг, которые получаются у нас в МФЦ при помощи портала госуслуг. Это наш следующий шаг, наша следующая новинка в нашей деятельности. Наша задача – научить людей пользоваться услугами, которые предоставляются в МФЦ, не приходя в МФЦ. Это в идеале так, как мы говорим, МФЦ на дому, не вставая с дивана. Каждый год расширяется перечень дополнительных услуг, которые предоставляются в МФЦ. Например, есть возможность сделать фотонодокументы. Для человека, меняющего паспорт, предоставляется полный комплекс услуг. В многофункциональном центре можно и госпошлину заплатить, и сфотографироваться. Да, вполне удобно устроено, с женой уже не первый раз сюда приходим. Ну, очереди бывают, но это нормально. Ну, мне нравится, уже не первый раз обращаюсь, в принципе, все устраивает. А очереди бывают? Ну, бывает, так-то достаточно, уже сидим, наверное, минут 15. Мы, в принципе, все равно не так, как обычно бывает в некоторых других учреждениях. Также меняется оформление залов многофункционального центра. Обновился и сайт организации. Он стал более информативным и удобным. Центр готов и к другим изменениям. Ведь главная задача МФЦ – стать максимально удобным для горожан. МФЦ – стать максимально удобным для горожан.